Член Международной ассоциации Союза дизайнеров-модельеров России, общественный деятель, хозяйка арт-центра и владелица свадебного салона в Учкикене, а еще заботливая дочь, мама и жена. Все это можно сказать о Зареме Хопчаевой. Ныне известный на всю Россию и далеко за ее пределами модельер, она начинала создавать свои первые шедевры еще в школьные годы. Как признается Зарема, швейное мастерство заложено у нее в генах. Ведь в своей семье она не единственная, кто умеет красиво шить. У меня мама шила, она всегда нас постоянно обшивала, одевала. У нас было двое девочек и три брата у меня. И вот она всегда любила нас одевать одинаково, старшую мою сестру и меня. И когда, видимо, это тоже передается, видимо, и брат у меня очень хорошо шьет, старший брат. Он был цеховиком, тоже работал, у него были девочки, он тоже шил. К слову, в семье Заремы уже не одно десятилетие хранится свадебный платок ручной работы, который в быту своей юности вышила мама Заремы Макуят Бекмурзаевна. Побывав в депортации, она была вынуждена рано повзрослеть и овладеть навыками шитья, которые когда-то помогли ей выжить в степях Средней Азии. Смотрите, этот платок свадебный, национальный, он большой, он очень большой. Его вышивала моя мама. Ей тогда было около 20 лет. И она вышила три платка таких. Один себе, когда она выходила замуж, она была вот в таком платке. Это ручная работа полностью, да? Она еще полностью до конца, еще хотела его тут вот сделать вот это. А это тоже, получается, вот вы сами, да, вот это вот? Вручную, да, она вот это завязывала друг на друга, вручную. Ну, камень делала вообще. Но он тяжелый, прям вот тяжелый. Он тяжелый, он большой, он тяжелый, да. Вот в этом платке у меня выходила замуж старшая сестра, я вышла. Дочка моя, Асмира, вышла в этом платке замуж. Он у нас из поколения в поколение передается. Семейная такая, да, ценность? Да, этому платку где-то лет 70. По окончании школы Зарема поступила в филиал Ставропольского училища в родном селе, где изучала кройку и шитье. Затем на долгое время она оставила призвание, которому вернулась спустя годы. А все благодаря рождению дочери Асмиры, которая с самого детства любила петь и выступать. Именно для нее Зарема и начала когда-то шить национальные костюмы, которые впоследствии стали ее визитной карточкой. Она с садика, она и национальные поет, и русские, и английские песни зарубежные. Ясно. И вы вот решили, что сценические костюмы начали шить ей, да? Так получилось, что я уже втянулась, и мне надо было ее обшивать, каждый раз куда-то ездить, снимать мерки, потом на примерки ездить я уже не могла. И вот с этого мы все и начали. С садика, можно сказать, я начала шить, а потом уже, конечно, любовь именно к национальным нашим костюмам. К каждому своему творению Зарема подходит с особой любовью и трепетом. За свою карьеру модельера она создала не одну сотню национальных женских и мужских костюмов. Многие из них были шиты по индивидуальным заказам от людей со всего света. Я когда начинаю какую-то вот модель, ну, продумывать, и с человеком надо как-то, чтобы эта модель подошла именно к заказчику. Вот все подряд, как бы, оно смотрится, национальный костюм, он один и тот же, и он как бы всем подходит, и шитье одинаковое. Нет, это не так. Надо, чтобы эта модель сидела именно на клиенте, и оно шло ему. Вот. Оно как бы кажется, что единый костюм, а на самом деле он каждый раз разный. Получается так. И правильно подобрать материал. В основном у нас раньше шили из сукна. Сами пряли, сами ткали и шили из сукна. Это была такая вот одежда мужская. Плюс башлык туда входил. Это защита от холода, простуды. Плюс сверху они еще одевали на этот костюм бурку. Они же еще и, как вам сказать, ну и зимой, и летом были такие воинственные, если нужно было куда-то поехать, приехать или с кем-то как-то воевать. У нас тут были готовые от слова «хазыр» газыри. Это как бы патроны уже заряженные. Внутри этих газырей был определенный состав пороха, что они могли-то вытащить, использовать и отстреливаться. Вы до сих пор, вот я заметила, да, в своих костюмах вы сохраняете элементы такие старинные, да, получается? Бархат, кружево-матовый атлас. При создании этнических костюмов зарема использует только лучшие ткани самого высокого качества. Как рассказывает мастерица, в среднем на пошив одного национального платья уходит порядка 30 метров материала. Самой же зареме больше нравится использовать ткани, приближенные к старине, например, сукно. Есть очень много сейчас вариантов, конечно, выбора очень много. Я шила из бархата мужской костюм. Был у меня вот такой клиент из Нальчика. Он очень красивый бордовый бархат, но, тем не менее, я бы предпочла сукно, если честно, вот взять. Я вот сейчас делаю все свои работы, стараюсь, если заказчик захочет, я стараюсь делать это все из сукна. А так можно и из разных материалов, чтобы оно было облегченное, или просто чтобы оно было такое, как в древности наши предки носили из сукна, то, что я говорю. Это выбор клиента. Что он скажет, мы то и шьем. Особое внимание при создании очередного платья или костюма зарема уделяет украшениям и орнаменту на ткани. Чаще всего узоры вышиваются золотыми нитками, а аксессуары делаются на заказ. Нередко для их создания используются драгоценные металлы и камни. Вот серебряный пояс золотом из серебра, изготовленный, древний конец 17 века. И тут к нему идет у нас нагрудник. Нагрудник сейчас у нас тоже, он служит как декоративный, а раньше он был как бы броней для девушки. Защитой женской, да? Да, защитой женской груди, да. То есть это не декоративно раньше, да, не украшение было все-таки сейчас, да? Я так понимаю, что это тоже древний, да? Да, это вместе с поясом тоже древний, конец 17 века, там есть и дата, и все. И вот сейчас мы его используем, тут у нас немного рядов, а раньше он у нас шел прямо отсюда, от талии, да, от талии, прямо до вот конца, да, до шеи он шел. И шею у нас еще вот закреплял такой аромат именно из серебра, чтобы во время сражений девушка могла защитить свою грудь и шею. А что касательно украшения вот головного убора, здесь я знаю, он тоже особенный. Тут у нас уже более современное у нас идет на шапке украшение, но это у меня идет украшение из золота и бриллиантов. Тут у нас идет как бы, ну, я заказывала полумесяц со звездой, ну, мне сделали вот так. И тут у нас еще кулон, там у нас написано имя Аллаха, Аллах написано, конечно, оно тоже золото с бриллиантами, оно идет чуть дороже, конечно. Но это уже на любителя, кто как закажет, кто как захочет. Исходя из этого мы употребляем и золото, и бриллианты, жемчуг натуральный мы уже используем во время работы с платьями. Тут у нас еще идет, видите, вот, ну, вышивка однозначно она идет, это машинная вышивка. Здесь же украшения даже вот на руках. Да, и вот, да, украшения тоже вот это опять-таки серебро-золо там идет. Точно так же у нас идет и на подоле. Вот здесь у нас тоже вот это все древние украшения. Раньше они были вот так. Ну, в основном, раньше эта одежда шилась из бархата. И оно смотрелось очень красиво в бордовом бархате. Ну, я сейчас поле усовершенствовала, сделала как бы на сегодняшний день молочного цвета и более такой приятный, яркий цвет. Не меньше внимания деталям мастер уделяет при создании мужских национальных костюмов. Правда, многие элементы, некогда выполнявшие какую-то определенную роль, сейчас больше выступают в качестве красивых аксессуаров. Это у нас мужской национальный костюм, Ирки Щечепкин называется на нашем языке. Мы его ранее, то, что я говорила, изготавливали из сукна. То, что вот все сами пряли, сами ткали. Вот этот как раз капюшон, башлык называется он на нашем языке. Вот этот башлык как раз он у меня сделан из сукна. А костюм, он уже сделан просто из ткани, джерси. Он такой неплотный, облегченный материал, чтобы легче было как-то носить и обращаться. В носке сукно, оно чуть тяжелее, чем обычная ткань. Жестче ткань, да, сама по себе. Да, она жестче идет, да. Тут у нас уже идут газыри, хазырла, то, что я говорила. И вот эти уже, они древние, если можно так сказать. Вот это идет серебряный наконечник. То есть это натуральные, да, получается? Это вот натуральные серебряные наконечники. Но они ранее, раньше, вот они были закручены на вот такой деревянный, как вам сказать, патрон, и куда уже засыпали порох. И он уже был в готовом состоянии, что можно было взять и зарядить ружье. Сегодня они у нас уже служат как декоративное украшение для костюма. Труды Заремы Хабчаевой были не раз высоко оценены дизайнерским сообществом России и даже мира. Ее коллекции национальных костюмов покоряли подиумы Москвы, Санкт-Петербурга, Лондона и Стамбула. А в этом году Зарема стала обладательницей самой престижной награды для модельера «Золотые ножницы», которые ей вручали в Доме правительства в Москве. Также она была приглашена в качестве специального гостя на празднование столетия Республики Саха-Якутия. Вы были специальным гостем на столетие Якутии. Вот хотелось бы узнать, как вам там понравилось, как прошел показ МОТТА? Ну, знаете, я вот готовилась к юбилею Зайцева в Москве, на 40-летний юбилей Зайцева в Москве. И мне вот как-то вот сперва пришли СМС-ки на телефон, думаю, что за СМС-ка, открываю. А там, вы не поверите, у меня готовый билет в Якутию. И потом уже следом идет звонок. Это вот правительство Якутии пригласило меня на столетие Якутии. И они мне купили билет, оплатили гостиницу, и мне пришлось поехать в командировку в Якутию на столетний юбилей. А как там реагировали на национальные платья Карачао-Черкесии? Вот где Якутия, где Карачао-Черкесия? Ну, такое огромное расстояние. Интересно ли людям было вот смотреть, может быть, вы какие-то отзывы получили там от зрителей, я не знаю. Если честно, это все, конечно, было очень красиво и интересно. И плюс, вы знаете, вы не поверите, там что-то общее было между нашими костюмами. И в основном вот это серебро, то, что наши использовали ранее, у них тоже были вот серебряные, вот очень красивые украшения на костюмах. Плюс вышивка их золотом тоже они вышивали. То, что наши предки Ока-Тыгю, раньше вот так называли Ока. Это значит золотая нитка, и именно из золотой нитки они сшили сверху рисунок, а внизу у нас шла постоянно обычная простая нитка, чтобы золотую нитку вниз не проводить, чтобы наизнанке она не была. И вот даже вот эти рисунки наши, ихняя вышивка как-то вот они нет-нет-то напоминали. Что-то в этом общее было, да. У них тоже были очень красивые костюмы. Для Заремы создание национальных костюмов является неотъемлемой частью жизни, без которой она себя просто не представляет. Модельер глубоко убеждена, что подрастающее поколение обязательно должно знать и уважать свою историю, культуру и традиции. Каждый человек должен знать свою историю и не терять свою культуру. Если культура народа исчезнет, можно сказать, что народ тогда уже может исчезнуть. И я даже, как вам сказать, если даже не захотят уже в дальнейшем молодежь использовать эту одежду, вот она у нас используется сейчас как свадебная, да, я буду его производить. Они будут это брать или нет, но я все равно буду стараться его производить. Но я думаю, что наши девочки, вот подрастающее поколение, очень хорошо относятся именно к этому национальному костюму. Я думаю, что оно у нас будет еще долго и долго существовать. Я надеюсь. Вот так эта хрупкая с виду женщина Зарема Хабчаева и вносит свой поистине неоценимый вклад в сохранение культуры и обычаев своего народа. Ее мастерство приносит радость десяткам тысяч людей по всему миру. А сама Зарема служит ярким примером того, что воплотить свою мечту в реальность может абсолютно каждый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok